Всем привет! Сегодня будем отвечать на вопросы. Я знаю, что многие любят такие видео, потому что, ну, здесь коротко обо всем, да, и обо всем интересном. Так что поехали! Сразу у меня много вопросов накопилось, я давно не отвечала, может быть, даже год или даже больше. Но в условиях пандемии как раз самое то. Итак, поехали! Вопросы будут разные, будут смешные, будут серьезные. Посмотрим, что получится. Значит, вопрос номер один. Правда ли, что англичанки не носят колготки, потому что колготки слишком дорогие? Ну, возможно, у вас такие вопросы возникают, потому что вы видели многочисленные фотографии в интернете, как девушки идут в клуб зимой без колготок. Но если вы обратили внимание на эти фотографии, у них не только колготок нет, у них там вообще мало одежды. Это не связано с тем, что одежда дорогая, то есть это совершенно другие причины, почему они в таком виде ходят в клубы. Но, что хочу сказать по теме вопроса самого, конечно, это неправда. Колготки здесь недорогие. Средняя цена колготок, я бы сказала, между 5 и 10 фунтами. Ну, там, понятно, зависит от бренда, плотности и прочего-прочего. Качество. Ну, в общем, понятно, что не знаю, сколько стоят колготки сейчас в России, но для Англии это недорого. Но это правда, что бывает, что некоторые женщины здесь не носят колготки даже зимой. Не только в клуб. И даже некоторые мужчины тоже ходят в шортах даже зимой. Я не знаю, с чем это связано. Могу только предполагать, что это связано с тем, что люди здесь более закаленные и более толерантны к холоду. Потому что, по рекомендации здравоохранения, температура в домах должна быть не выше 18 градусов. Даже когда вы купаете младенца, должно быть 18. Поэтому люди здесь с детства холод переносят более спокойно. И плюс еще тоже такой момент здесь есть интересный, что я вожу ребенка в школу, и я тоже вижу, как другие родители водят своих детей. Очень часто я вижу, что до самой глубокой зимы девочки тоже идут в школу без колготок. То есть у них уже сверху пальто и шарф, например, а из-под пальто торчат просто голые ноги. Такие, знаете, в мурашках синеватые, в туфельках. Конечно, здесь нет такой зимы, как в России, но все равно, если с утра 5 градусов или 3, я бы ребенка не повела, например, с голыми ногами в школу. Я думаю, что это связано не с тем, что у родителей нет денег на колготки. Потому что иногда я вижу, идет мама, у нее две девочки, одна в колготках, одна без. Я думаю, это связано с тем, что, например, дети говорят, я не буду одевать, и родители их не заставляют. То есть они говорят, хорошо, иди без колготок. Простудишься, там заболеешь, это будет твоя проблема. Будешь сидеть дома, когда все дети будут гулять. Вот, и таким образом, да, вырастают такие морозостойкие женщины. У меня, кстати, был такой разговор с одной моей приятельницей, которая тоже, правда, ходила... Я уже была в сапогах по коленам высоких, да, она была без колготок и в босоножках каких-то даже, да. И я спросила, слушай, почему ты не носишь колготки? Извини за такой интимный вопрос. И она сказала, ты знаешь, у меня чешутся ноги от колготок. Ну, в общем, короче, это для меня был смешной ответ, потому что я подумала, окей, жила бы ты в России, там, где минус 30 бывает, ты бы не думала бы о том, что у тебя ноги чешутся, одела бы и колготки, и еще штаны с начосом. Вот, ну, в общем, да, вот в Англии такая данность. Следующий вопрос серьезный, он про медицину. И у меня, в принципе, про медицину уже есть несколько видео. Вы можете тоже посмотреть. Здесь вот сейчас всплывет наверху подсказочка. Вот, но вопрос еще, не знаю, почему-то остался такой. Обязательно ли наличие страхового полиса, если нет страховки, окажет ли экстренную медицинскую помощь, и будет ли платный врач лучше бесплатного. Ну, значит, сразу оговоримся, что я во многих своих видео говорила, что медицина здесь бесплатная для резидентов страны. То есть, нет, наличие медицинского полиса не обязательно, да, потому что медицина доступна бесплатно для всех. Существуют, конечно, здесь страховки платные, да, то есть, это опция, которую вы можете выбрать сами. И они, естественно, могут расширить ваши медицинские возможности. То есть, например, вы можете попасть быстрее к врачу, и ваш же терапевт может по вашей страховке направить вас к частному врачу. Ну, то есть, вот многие, да, покупают такие страховки. Будет ли платный врач лучше бесплатного, да, лучше государственного? Ну, здесь такой вопрос. Все-таки, я думаю, что то же самое, как в России, все вот врачи, донтисты и любые другие люди, которые оказывают нам какие-то услуги или лечат нам, дело даже не в том, сколько ты заплатишь, а в том, какой ты специалист. Иногда это немножко лотерея, поэтому мы все хотим по знакомству попасть к какому-то врачу. Здесь, в Англии, я думаю, так же, как в России, многие врачи работают не на полную ставку в здравоохранении, да, в медицине государственной. Они работают частично в государственной медицине, частично в частном секторе. Поэтому, по сути, вы можете попасть к тому же врачу, то есть это будет тот же самый специалист, такого же качества и платно, и бесплатно. Но, здесь есть одно но. В государственной медицине, в НХС, есть очень строгая политика экономии. Поэтому, попадая к какому-то врачу, даже если он прекрасный, распрекрасный врач, отличный специалист, он очень часто может быть связан по рукам и ногам вот этими правилами и протоколами здравоохранения, и поэтому он может оказать вам не ту помощь, которую бы он оказал вам за деньги. Ну, например, если вы идете к терапевту, к обычному, то время, которое отпущено на каждого пациента, это 15 минут строго. Через 15 минут у вас очередь, да, следующая уже записана. И, например, если у вас какая-то не одна проблема, а несколько, да, то вы не можете во время одного визита прийти и сказать, вы знаете, у меня ангина, посмотрите, у меня горло, и, кстати, у меня еще нога болит, и, вы знаете, волосы выпадают. То есть, здесь такое невозможно. У тебя есть 15 минут, и поэтому, если у тебя какие-то две болезни, с которыми ты хочешь пойти, и заодно, да, то тебе нужно, когда ты записываешься к врачу в регистратуре, сказать, что тебе нужно две записи, то есть два слота, да, вот этих вот. Тогда у тебя будет полчаса с терапевтом, и ты скажешь, вот, а теперь у меня еще, посмотрите, мою ногу. Или, например, если ты пришел с детьми, ты не можешь сказать, вот у меня этот больной, но посмотрите заодно и этого. Если у тебя проблем больше, или детей больше, или жалоб больше, то тебе всегда скажут, вот, а с этой проблемой, или вот, а с этим ребенком записывайтесь еще раз и приходите еще раз. То есть, очень длинные очереди, очень мало времени, очень ограниченный набор услуг, которые может вам предоставить здравоохранение, к сожалению. Но это связано с тем, вот, что только у них очень жесткий, вот, бюджетная жесткая политика. Естественно, что когда вы идете к частному врачу, он с вами будет дольше разговаривать, больше смотреть и назначит вам больше разнообразного лечения и обследований за ваши же деньги, естественно. Поэтому, вот, с какими-то проблемами, да, наверное, иногда люди хотят приобрести страховку или сходить к частному врачу, чтобы посмотреть, потому что в государственной медицине часто бывает так, что с этой проблемой они не могут добиться какого-то лечения, которого бы хотели, или обследования. Так, и еще был такой вопрос, окажут ли экстренную помощь, если нет страхового полиса? Ну, поскольку со страховкой мы уже разобрались, я бы немножко переформулировала этот вопрос. Окажут ли экстренную медицинскую помощь, если человек не имеет права на медицинскую помощь в Англии? Например, он находится нелегально или приехал по туристической визе без всяких страховок. Окажут ли ему экстренную помощь? Да, конечно, окажут. Несмотря на жесткий бюджетный час, здесь все еще оказывают всем экстренную помощь. То есть, скорая приедет, конечно же. Его примут всегда в отделении A&E. Здесь есть такое, ну, то есть, типа нашего травмпункта, да, только он всегда при большой больнице. И хотя там спросят адрес, но там никогда не будут спрашивать никаких документов. То есть, они не скажут, предъявите ваш паспорт, предъявите ваши там какие-то доказательства. Ну, прописок тут нет, там, да. И многие не знают, но на самом деле, те, кто находится в Англии нелегально, также имеют право пользоваться услугами GP, то есть, терапевта и медсестры. То есть, нелегалы здесь не имеют права вот именно проходить какие-то обследования, приехать и бесплатно рожать, вести беременность. Этого такого нет. Но самое необходимое, то есть, прием у терапевта, уколчик у медсестры, скорая помощь и всякие такие услуги травмпункта, да, имеют право получить здесь все. И, конечно же, вот еще такой вопрос, наверное, встанет. Если, например, женщина здесь находится нелегально или там вот как-то так случилось, что она начала рожать, примут ли у нее роды? Потому что бесплатных родов для всех тут нет. Только для, ну, резидентов, да, легальных. В общем, да, роды у нее примут. То есть, ее не оставят там, конечно, со схватками на ступеньках больницы. Естественно, ее возьмут в больницу и роды примут. Но потом пришлют счет за роды, попросят документы, пришлют счет по адресу, где она проживает. Этот счет будет большой. Рода здесь стоит, ну, в зависимости от того, как прошли роды, там, чем вы пользовались, какими услугами, да, во время родов. Но я думаю, что порядка 10 тысяч фунтов могут стоить здесь роды, если рожать платно просто в здравоохранении, не в какой-то там шикарной клинике, а в обычной клинике. Но справедливости ради, скажем, что на самом деле роды здесь принимают хорошо и в государственной клинике тоже. Могу сказать точно, рожала два раза. Вопрос номер три. Опасаются ли англичане затопление островного государства в связи с изменениями климата и что они предпринимают? Ну, сейчас действительно в прессе много пишут о том, что из изменения, да, климата, из-за того, что тают ледники, повышается уровень воды и страны, которые находятся на море, да, они могут быть затоплены, тем более, если это остров. И если раньше прогнозы были какие-то более, ну, через сколько будут затопливаться территории, говорили там через сто лет, то сейчас уже буквально чуть ли не через 30-40 лет, если все идет таким же чередом, как сейчас, некоторые даже города могут оказаться под водой. Об этом сейчас пишут в газетах, это правда больше и больше. Но пока что, честно говоря, я не вижу, чтобы это оказывало какое-то влияние на жизнь англичан. То есть об этом пишут в экологических газетах, но об этом не говорят по радио каждый день, пока что не вводят никакие реформы, люди не перестают покупать жилье на побережье, ничего не дешевеет в прибрежных городах. Поэтому, в общем, пока я не вижу никаких изменений, к сожалению, может быть, уже пора было бы задуматься, потому что 30-40 лет это совсем близко, да, это, в общем, наши дети, грубо говоря, да, будут жить в это время. Но не знаю. В общем, пока ничего не происходит, к сожалению. Следующий вопрос. Сохранилось ли в Англии жилье для малоимущих, кому его дают и как оно выглядит? Ну, конечно же, в Англии сохранилось социальное жилье, естественно. Вообще, если говорить вот с исторической точки зрения, то социальное жилье в Англии, или как его назвали, жилье для малоимущих, ну, это история 20 века, то есть в основном в 20 веке начался бум вот этого социального жилья, и во многом этот, ну, до войны оно тоже, естественно, существовало, но в основном этот бум начался после войны, то есть где-то в 50-е, 60-е, 70-е годы был самый большой процент, наверное, построенного социального жилья. Это было связано с тем, что во время войны, во-первых, многие дома разбомбили, да, хотя многие мне пишут, что повезло там им, англичанам их не бомбили. Очень много тут бомбили в крупных городах, естественно, Лондон вообще сильно пострадал. И поэтому многие люди оказались, ну, просто, понятно, да, что без крыши над головой, без денег и без всего. Ну, и кроме того, правительство в те годы поставило себе такую задачу расселить трущобы, потому что это были уже середина 20 века, но многие люди даже в центре Лондона жили в достаточно плохих и таких каких-то условиях, ну, не очень, скажем так. Если вы смотрели сериал «Вызовите акушерку», помните, в каких там условиях жили женщины, вот они дом рожали, и как там все это выглядело, да, это как раз показано 60-е годы в центре Лондона, в районе Поплара, ну, сейчас это центр, да. И вот такие вот места, да, хотели расселять, и поэтому в те годы строили не дома в основном, а такие многоквартирные, как здесь называется, «естейтс», то есть это огромное такое здание, да, оно может быть там такой просто, да, «человейник», как его называют, «муравейник», там много квартир. Сейчас это, как бы, ну, считается вообще такое не очень жилье, но в те годы это просто было откровение, потому что люди переезжали в эти квартиры, и у них впервые в жизни была горячая вода, собственный туалет, центральное отопление, то есть это было вообще что-то такое ох, да. И, согласно статистике, вот в те годы треть всего населения Англии, она жила вот в государственном жилье, в социальном жилье. Ну, там, это жилье видоизменялось, в 70-е годы строили в основном уже, ну, не такие вот двухэтажные, трехэтажные, да, там дома, какие там бывают, ну, да, в общем, а строили такие башни, высотки, они похожи на те высотки, которые мы видим в России, только построены из более таких материалов, в общем, ну, входишь, там внутри все такое картонное, знаете, как будто бы слышимость, вот запахи и все-все-все. В общем, из очень таких дешевых материалов. Но все равно люди радовались, да, которым было негде жить, то, конечно, они радовались любому вот такому жилью, которое им могло предоставить государство. Значит, если вы тоже смотрели сериал «Корона», там, по-моему, в последнем сезоне есть такая серия, есть такой эпизод, где один из безработных проникает в королевскую спальню через окно, и разговаривает с королевой. Эпизод основан на реальном событии, действительно был такой человек. Но вот в этом сериале как раз показано его жилье, это вот как раз такое социальное жилье, которое строили в те годы, где много-много квартир, и если вы посмотрите этот эпизод, то вы увидите, что, в общем, обстановка там такая очень часто депрессивная, потому что, ну, безработица, вот, ну, как бы низкий доход у людей. Это совершенно не значит, что в таких многоквартирных домах живут обязательно все пьяницы, наркоманы, безработные, там, преступники, еще какие-то люди, конечно же, нет. Как в любом многоквартирном доме, там очень разные люди могут жить. Но, в общем, да, часто в таких местах уровень преступности бывает выше, безработность выше, и, в принципе, жилье это не считается престижным, само собой, то, которое дает государство. Сейчас обстановка с государственным жильем, она немножко другая, чем была, естественно, в 50-х годах. Меньше людей уже живут в социальных домах, в социальных квартирах, но, естественно, все равно потребность большая, это связано с тем, что жилье сейчас очень дорогое, очень сложно купить. Значит, как сейчас выглядит социальное жилье? Сейчас немножко все по-другому происходит. В какой-то момент Англия отказалась от постройки вот этих многоквартирных кварталов социального жилья, потому что, ну, все-таки они создают такую какую-то обстановочку, там, какой-то мини-гетто внутри получается, да, всех загоняют туда, бедных и несчастных, да, людей, там, в один какой-то квартал. Сейчас делают по-другому. Когда происходит строительство какого-то района, то по закону застройщик, он должен отдать какой-то процент жилья, который он строит, государству, да, вот под это вот государственное жилье, социальное жилье. Ну, этот процент, он там разнится в различных канцеллах, в различных муниципалитетах, но иногда бывает даже 30%. Что это значит? Что когда вы покупаете, например, жилье в новом районе или в новом доме, то это значит, что приблизительно там 20-30% ваших соседей, может быть, получили это жилье, да, по программе вот «Доступная аренда», как она здесь называется. Ну, я считаю, это очень хорошо, потому что, например, в районе, где мы живем, я много раз его снимала, много раз показывала, мне всегда пишут, какой у вас симпатичный райончик, в процентном отношении здесь 65% частного жилья и 35% государственного, социального жилья. Правда, в эти 35% входят два дома престарелых, ну, скажем, даже там 25 или 25% государственного жилья. Это жилье очень хорошо интегрировано в район. То есть, при первом взгляде, когда вы пройдете по району, вы даже, ну, скорее всего, не сможете понять, какие дома здесь частные, а какие-то дома здесь государственные, да, какие дома здесь доступны аренде. Атмосфера в районе очень хорошая, потому что, ну, это очень хорошая смесь, да, то есть здесь нет только бедных, здесь нет только богатых, здесь смешанное общество, достаточно демократичная обстановка, хорошая, как здесь говорят, комьюнити, то есть хорошая группа на фейсбуке, где люди общаются, помогают друг другу, обсуждают какие-то проблемы. Вот, я считаю это очень хорошо. Больший процент, мне кажется, был бы не очень, а вот такой 65-35, отлично, да, и главное, чтобы эти государственные дома не были вот, ну, понимаете, да, как еще раз я сказала, такой резервацией бедных людей, да, чтобы они были рассредоточены по району, и, в общем, тогда вот, мне кажется, отлично. Это отличная, хорошая программа. Значит, кто может получить это жилье? Ну, практически, наверное, любой человек может подать заявку на такое жилье. Другой вопрос, получит он или нет, потому что, ну, в разных муниципалитетах, да, в разных, существуют разные требования к людям, то есть в основном ты должен прожить в этом районе какое-то время, ну, где-то в среднем, там, 3-5 лет, да, по-разному бывает, и потом ты можешь уже встать на очередь. И когда ты встаешь на очередь, на государственное жилье, то эта очередь не так вот, кто первый встал, тому дали, да, а там оценивают, то есть ты заполняешь анкету, и там оценивают твои обстоятельства, и если обстоятельства у тебя хуже, то ты попадаешь вперед очереди, да, а если обстоятельства у тебя лучше в данный момент, да, то ты всегда будешь в конце. Ну, то есть, например, кто будет всегда впереди, естественно, бездомные, люди с какими-то ограниченными возможностями, и также, например, люди, которые живут с детьми в очень стесненных обстоятельствах, ну, то есть, например, там, в однокомнатной квартире, большая семья, да, конечно, их вперед продвинут, и, например, если жилье находится в аварийном состоянии или в каком-то плохом состоянии, вот, предположим, мама родила ребеночка, она снимает комнату, и там плесень из потолка течет, ее, конечно, вперед поставят всегда, да, и в каждом разном месте в Англии, да, есть свои потребности и своя длина очереди, то есть, например, в Лондоне желающих получить государственное жилье очень много, эта очередь бесконечная, можно там всю жизнь стоять в очереди и никогда его не дождаться, да, в каких-то местах, я не знаю, ну, в нашем городе, я просто никогда не узнавала, но я думаю, что где-то 3-5 лет надо постоять в очереди в таких городах, как наш, для того, чтобы получить государственное жилье, но 3-5 лет это все-таки уже какой-то, не знаю, обозримый срок, то есть, это какая-то возможность есть какая-то, да, светится в конце. Единственная еще проблема при получении государственного жилья может быть такая, что ты не можешь выбирать это жилье, которое тебе дадут, то есть, когда подошла твоя очередь и тебе предлагают какое-то жилье, это не всегда будет новая квартира, это может быть и очень не новый дом, и очень не новая квартира, и неизвестно, какие там соседи, неизвестно, какой там район, да, и ты не можешь выбирать, и ты не можешь отказываться, если ты там отказался несколько раз по каким-то несерьезным причинам, то тебя из этой очереди выкидывают, потому что, как здесь говорят, есть такая поговорка, beggars can't be choosers, то есть, если ты нищий, то если ты просишь у государства, то бери, что дают, а если ты начинаешь там капризничать и выбирать, значит, не такая уж у тебя большая в этом потребность, поэтому, конечно, да, самому выбрать и самому взять ипотеку и купить свое жилье, конечно, гораздо лучше, просто, к сожалению, не все могут это себе позволить, поэтому я считаю, что такая государственная программа государственного жилья – это вообще прекрасная вещь для людей. Следующий вопрос. Есть ли в Англии такое понятие, как черная и белая зарплата? Ну, я думаю, что, наверное, такое есть, конечно же, во всех странах, черная и белая зарплата, это, естественно, наверное, есть и в Англии. Единственное, что я думаю, что все-таки в больших крупных корпорациях такого нет, как, я не знаю, в России сейчас есть такое или нет, на самом деле, что, например, в табеле ты получаешь одну зарплату, да, по ведомости, и пишут там какую-то минимальную, а в конверте тебе дают все остальное. Я думаю, что здесь это, конечно, невозможно, потому что сейчас вся зарплата в основном перечисляется, ну, на счет, да, и там как бы все понятно, да, что происходит. Другой вопрос, что здесь есть многие какие-то работы, где люди получают наличные на руки, да, в основном это вот услуги, которые оказывают, то есть, например, какие-то ремонтники, ну, те, которые делают массаж, маникюр, там и прочие-прочие-прочие профессии, да, которые работают с клиентами, от них получают деньги. Они могут, естественно, принимать деньги и на счет, и выписать инвой здесь просто от руки, да, как говорится, ну, на компьютере просто печатаешь, по почте посылаешь, то есть, это даже не какой-то бланк строгой отчетности. Но многие здесь просто берут деньги руками, и потом идут, и сами в банк кладут их на свой счет, и таким образом с этими деньгами отчитываются в налоговую. В такой ситуации, я думаю, что, конечно, можно скрыть эти деньги, вот ваша черная зарплата. И, наверное, так делают, да, естественно, чтобы не отчитываться в налоговую за эти деньги. Но здесь все-таки есть еще такой момент, такая особенность в Англии, что когда коснется дело, что тебе нужно взять какой-то кредит или снять жилье, то тебе нужно будет доказывать свою кредитоспособность. И если ты не показывал свою зарплату, если у тебя официально зарплата очень маленькая, то получится, что ты не сможешь, например, снять жилье, да, потому что тебе скажут, а на что вы будете снимать, да. То есть здесь не так, как в России, например, ты снимаешь жилье, тебе говорят, там, стоит столько, ты крутись, вертись, как хочешь, там, да, добывай эти деньги. Здесь нужно вначале доказать, что у тебя есть чем платить, да, документально. Соответственно, с ипотеками, с кредитами то же самое. Поэтому, в принципе, часто бывает для людей, ну, просто невыгодно, да, скрывать свои вот эти вот зарплаты, да, и получается, что, мне кажется, здесь этого может быть меньше, вот. Ну, наверняка, все равно тоже, конечно же, есть. Следующее. Можно ли пить воду из-под крана в Англии? И как вообще качество воды? Ну, англичане пьют, в общем, воду из-под крана. Говорят, что хорошее качество. То есть здесь даже так, что педиатры рекомендуют после 6 месяцев детям уже давать воду из-под крана некипяченую. Ну, это говорит о том, что врачи считают, что вода нормальная, безопасная. И тоже, если вы пойдете в ресторан, перед тем, как вам подадут ваше блюдо, пока вы ожидаете, можете попросить tap water, как здесь. Это обычное дело в ресторанах, вам принесут, да, просто, ну, бесплатно, естественно. Там графин воды, стакан, и вода будет из-под крана. Ну, как качество, я лично из-под крана не пью, мне просто вкус не нравится, хотя она, там, говорят, безопасная, она такая же, как в России хлорированная вода. И единственное, здесь в Англии, во многих регионах вода очень жесткая. То есть это зависит от того, ну, через какие породы она течет, как я понимаю, да, и поскольку здесь много каких-то, видимо, меловых, не знаю, там, да, известковых каких-то, да, мест, то часто вода жесткая, в том регионе, где мы живем, в Сафлке, вода тоже достаточно жесткая. Врачи говорят, что она жесткая, но не слишком жесткая, чтобы быть вредной для здоровья, ну, вот так вот, да, в общем, короче, нормальная вода. И к этому был еще такой же вопрос, есть ли ограничения на использование воды, можно ли принимать ванну? Да, естественно, ограничением служит только ваш собственный кошелек, ванну принимать можно, детей купать в ванне можно, в общем, короче, лейте воды сколько хотите, но в конце месяца приходит вам за это счет. Так, туда же еще вопрос про коммунальные услуги. Значит, был такой вопрос, во всех ли домах Англии предоплатная система электричества и газа? Ну, может быть, даже не все знают, что такое предоплатная система электричества. Это такая карточка или ключик, ты идешь на нее, кладешь деньги, как на сим-карту телефона, да, там обычно в магазинчиках таких маленьких, типа киоски «Союз печати», да, всякие, где продаются там газеты и всякая белиберда, там можно заплатить, да, за эту воду. Когда приходишь домой, вставляешь этот ключ, там, или эту карточку в счетчик, и свет зажигается, или там газ начинает работать. Потом, когда деньги заканчиваются, то все гаснет. Там, кстати, можно кредит еще взять, если, например, вы забыли заранее, да, пополнить свой счет на этом ключике, то можно вставить, и там будет беспроцентный кредит, ну, я уж не помню, сколько, 7, например, фунтов или 10, ну, то есть на несколько дней может еще хватить. Это, конечно же, не во всех домах, мне кажется, что это даже в меньшинстве домов такая система стоит, потому что здесь в основном сейчас такие smart meters везде ставят, то есть такой счетчик один электронный, который считает все в доме. Но такое есть, да, некоторые предпочитают, если они дают свое жилье, делать вот такую вот систему, чтобы, ну, их жильцы, в общем, не оставляли никаких долгов, потому что там с этой системой оплаты как потопаешь, только и полупаешь, как говорится. Вот, но нет, это, конечно, не везде, и это можно легко поменять, в принципе.